Привет, это Вадим, и сегодня я отвечу на кучу ваших вопросов. Как сверстать навигацию? Должен ли дизайнер писать код? Не пахнет ли ваш код? Фронтендер или верстальчик? Какой фреймворк выбрать? И почему у меня в видео Chrome, а не Firefox? Поехали. Пишет один джуньер верстальчик. Говорит, спросил у нашего мидла, как правильно сверстать навигационное меню. А он и говорит, мол, все эти ul, li можно уже не использовать. Достаточно просто блока и ссылок, а все остальное, ну, не нужно. Ну, как вообще правильно верстать его? Какие элементы использовать? Знаете, на самом деле любые и по-любому, как вам нравится. Вы, в принципе, вольны делать все, что вам нравится. Но вы должны понимать, что некоторые ваши решения, некоторые теги, некоторые приемы оказывают влияние на то, насколько удобно пользоваться этим интерфейсом людям. И понимая все это, вы должны отдавать себе ответственность. Вы используете что-то или не используете что-то. Просто понимание добавляет осознанности и качества тому, что вы делаете. Если у вас мало времени, вы делаете менее качественно. Если у вас много времени, ну, почему бы не сделать хорошо? Правильно? Давайте посмотрим, как можно сделать лучше. Я сверстал три с виду одинаковых меню, которые расположены в хроме справа. Смотрите. Исполинская звездная спираль. Исполинская звездная спираль. Ну, в общем-то, три одинаковых абсолютно меню. Слева вы видите, как они выглядят. И, допустим, мы первое сделали div и три ссылки. Потом сделали nav, элемент navigation, ориентир из HTML5. В него тоже положили три ссылки. А потом внутрь этого nav вложили меню, собственно, список. И все три ссылки обернули в три пункта меню. Повторюсь, меню выглядит абсолютно одинаково. Им абсолютно одинаково можно пользоваться. И даже, смотрите, я сделал, чтобы можно было с клавиатуры передвигаться по всем ссылкам. И они прекрасно подчеркивались. Ну, в общем, попытался сделать его доступным. Но давайте мы посмотрим, насколько оно на самом деле доступно. Давайте включим VoiceOver и посмотрим, как он именно читает это меню. Меня еще в прошлом выпуске спросили, что такое VoiceOver, как я его включаю и что это такое. Если вы не знаете, VoiceOver – это такой скринридер или экранная читалка. Это такая программа, которой пользуются люди, которым под тем или иным причинам неудобно пользоваться мышкой, которым не видно интерфейс. Допустим, у них проблемы со зрением или еще что-то такое. То есть это программы чтения экрана. Они помогают пользоваться не только ноутбуками и стационарными компьютерами, но еще и телефонами и другими разнообразными интерфейсами. Так вот, чтобы посмотреть, насколько интерфейс удобен для таких пользователей, а семантика очень сильно важна для них, прям критично важна, я, собственно, открываю VoiceOver и пробую, как интерфейс звучит. И на основании этого делаю выводы, какие способы разметки правильные, какие нормальные, а какие совсем прямо вредные. Вот и мы сейчас с вами посмотрим. Я нажимаю Command F5 и включаю VoiceOver. VoiceOver on Chrome, menu.html, google visited link. Исполинская. VoiceOver рассказал нам, где мы находимся, что мы можем делать дальше, чтобы войти, выйти и так далее. Мы сейчас находимся внутри нашего дива, где есть просто три ссылки. Давайте продвинемся по этому диву вперед. Control, option, вперед, visited link, звездная, visited link, спираль. То есть все, что скринридер знает про наше навигационное меню, это то, что там есть три ссылки. Ну, хорошо, то есть он каждую ссылку по очереди может пройти. То есть скринридер нашел первую ссылку, потом вторую, потом третью, и сколько бы то их там ни было, он по очереди будет идти. И понимание, что это навигация у скринридера, нет никакого. Это просто одна из ссылок на странице. А ссылки на странице могут быть очень разные. А какая-нибудь ссылка может ввести на другую страницу, а какая-то ссылка может ввести на другой сайт, а какая-то вообще быть, не знаю, там, якорем или еще чем-нибудь таким. Тут совершенно непонятно, что это главная навигация на сайте. Мы же об этом сейчас с вами пытаемся говорить, да? Ну вот, непонятно. Давайте пройдем к следующему нашему варианту меню. Там три ссылки и nav внутри. Что мы видим здесь? Сейчас нам VoiceOver сказал навигация, и сразу стало понятно, а, мы не просто на странице ссылку нашли, а это навигация по сайту. Окей, внутри навигации первая ссылка, вторая ссылка, третья ссылка. Это конец навигации. То есть, следующие ссылки уже не будут навигацией. Мы ограничили ориентиром место, где у нас навигационные ссылки, важные ссылки. Остальные ссылки могут быть какими угодно, вообще пустыми на другие страницы, на другие сайты, якорями, да чем угодно. А это область понятная. Вот в чем разница. Давайте посмотрим на следующий тип меню. Идем дальше. Что мы сейчас услышали? Началось все точно так же. Навигация. Окей, мы в навигации. Дальше что прозвучало? Список. Мы в списке. И список из трех пунктов. Значит, понятно, что внутри три навигационных ссылки. Не пять, не тридцать три. Не триста тридцать три, а всего три. То есть, картина какая-то складывается. И дальше по этим ссылкам уже можно идти. Первая ссылка, вторая ссылка, третья ссылка. Потом список заканчивается. Ага, у нас в навигации закончился список. На самом деле в навигации может быть что-то угодно. Допустим, поиск или еще что-то подобное. Но список у нас закончился. Все, список и ссылок больше не будет. Вот именно в этом блоке. Потом заканчивается навигация, и все. И сразу в голове картина. У нас навигация. Там три пункта внутри, внутри, и удобно, понятно. То есть, дополнительная информация принесена этим самым списком. То есть, теперь вы понимаете. Можно просто вставить три ссылки, и они будут просто тремя ссылками. Можно завернуть их в навигацию, и тогда станет понятно, что это навигация. А можно еще дополнительно завернуть эти ссылки в список, и тогда станет понятно, что их три штуки. Или пять, или тридцать три. Ну, вы поняли. То есть, у всех тегов есть какое-то принципиальное назначение. Оно описано в спецификации, и вы можете его использовать. И это не просто разметка типа div или span. Это бессмысленно. Это разметка в стиле, как пользователь услышит мой интерфейс. Вот такая вот разница. Вот такое вот навигационное меню вы можете делать. То есть, наверное, для небольших меню, где всего три пункта, то, что там три пункта, озвучивает, наверное, смысла нет. Если оно большое, то, ну вот, поймите, что вам хочется от вашего меню, как оно должно зазвучать, и принимайте собственное решение. Следующий вопрос. Должен ли дизайнер уметь верстать свой собственный дизайн? Вопрос забавный. Он звучит немножко странно. Как будто должен ли дизайнер есть хлеб? Или вот, знаете, вот наш дизайнер, он немножко себя плохо чувствует, может быть, ему нужно хлеб поесть, или кот научиться писать. Ну, как будто он неразумное дитя. В принципе, дизайнер знает, что ему нужно. И его максимум можно посоветовать что-то. Он ничего никому не должен. Если он выполняет свою работу эффективно, значит, все в порядке. То есть, вопрос не о том, кто кому что должен, а скорее о том, насколько дизайнер эффективен с кодом и без кода. Какие задачи он может решать. И вот от этого уже возникает понимание. Должен, нужно точнее ли ему писать код, или не нужно. И он так прекрасно обходится. Код, по сути, это инструмент для решения задач. То есть, у разработчиков есть задача разработать интерфейс. Они ее делают. У дизайнеров есть задача спроектировать интерфейс, нарисовать интерфейс. Ну, или можно по-разному понимать слово дизайн. Так вот, если у них есть задачи, в которых код может помочь, один из вариантов, да, код нужен. Ну, в общем, как? Он тогда иначе неэффективно будет работать. Например, есть разные варианты дизайнов, где нужно что-то генеративное. Когда вам нужно взять и наполнить карточку какой-нибудь товара реальными данными. Если дизайнер тратит свое время на то, чтобы руками набивает всю эту ерунду, если он не нашел способа хотя бы автоматизировать это с помощью своего редактора, или, может быть, даже сверстать что-нибудь на каком-нибудь шаблонизаторе, движке, а потом прокинуть в свой скетч, фигму или что он там использует, какой-нибудь фреймер, этот дизайнер будет тратить много времени на большое количество макетов с контентом. Он не сможет адекватно показывать что-то. У него везде будет рыба, 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 лором ипсом, лором ипсом, лором ипсом. Или он не сможет нормально показывать свои идеи, объяснять, доказывать, потому что для этого очень часто нужно показывать что-то на реальных данных. Он будет ждать, пока верстальщики его прототип сверстают, наполнят данными как-нибудь, и только тогда он сможет их показывать. Конечно же, круче было бы дизайнеров, которые занимаются каким-нибудь инфодизайном, иметь возможность наполнять свои макеты, если им действительно реально удобно рисовать, коробочки растягивать в скетче, в фотошопе, в иллюстраторе, где вы там рисуете сегодня. То есть, если задача есть прокинуть данные в макет, кодом пользоваться полезно. Или хотя бы какой-нибудь минимальной автоматизации, написать какой-нибудь плагин, скачать какой-нибудь плагин для своего редактора, который данные эти туда прокинет. Это уже в каком-то смысле плюс-минус код. А если вы сами это сделали, ну, вообще классно. Вот такая вот история с направлением эффективности, насколько вы эффективно делаете свои макеты. Но есть и другая мысль. Код — это не просто блажь какая-то, которую мы используем для того, чтобы делать интерфейсы. Код — это основа веба. Это основа интерфейсов современных. Это то, что работает непосредственно в браузере. Это материал. И знание материалов — это, по-моему, очень хорошая характеристика дизайнера. То есть дизайнеры в строительстве, архитекторы, например, хорошо знают материалы. Художники хорошо знают краски, холсты и вот это вот всякие растворители, хвостики кисточек своих. Дизайнеры одежды знают ткани, ну и так далее. Все дизайнеры что-то знают. А веб-дизайнеры довольно-таки часто умеют просто рисовать. Ну, они знают свои инструменты, они знают, как цвет, свет, как работают их всякие там фотошопы, иллюстраторы, скетчи. Да, это понятно. Но как это потом будет реализовано на самом деле, вот в реальном, непосредственно в материале, материал они не знают очень часто. И в этом смысле изучить код полезно. Вы будете знать материал, из которого сделан веб, и вы будете знать материал, в котором ваш интерфейс будет реализован. Соответственно, вы будете понимать его особенности, ограничения, какие-то штуки, которые правда позволят вам делать что-то лучше или не делать что-то плохо, потому что вы чего-то не понимаете. То есть дизайнеру нужен код и в этом смысле, чтобы понимать, как его работа будет выглядеть потом. Ну то есть в общем получается, что в принципе дизайнеру полезно знать код. Полезно как минимум понимать, из чего все устроено, как оно работает и что в основе. А еще полезно автоматизировать какие-то свои вещи, наполнять дизайн контентом, данными, может быть, программировать повторяющиеся, дегенеративные элементы своего дизайна. Почему бы и нет? Если дизайнер может, не знаю, сгенерировать какой-нибудь клевый градиент, или там в WebGL что-нибудь такое нарисовать, или, не знаю, многое сгенерировать, там 20 тысяч карточек, если это правда нужно. Это хороший дизайнер. Он быстрее это сделает, чем тот, который будет копипастить. Ладно, перетягивает сальтом сажатым, но это тоже вариант так себе. То есть в принципе дизайнер никому ничего не должен. Если он выполняет свою задачу, он хоть карандашом на бумажке это делает. Бывают гениальные дизайнеры, старомодные или у которых собственный взгляд. Но если вы видите, что дизайнеру это мешает, нет, давайте так, если вы видите, что дизайнеру это может помочь, подскажите ему. Не говорите, что он должен. Никто никому ничего не должен. У группы Glenshade есть даже такая песня. Послушайте. Спрашивают, как оценить, не пахнет ли кот? Может быть, уже вы три года работаете, и у вас там все очень гнило, плохо и странно. То есть вам кажется, что все нормально, но отрасль ушла вперед, и вы, может быть, не знаете, какие-то новые классные практики, или в принципе сами в себе варитесь, и можете не понимать, что кот давненько уже тронулся, так сказать. Если вы совсем живете в лесу, и вам сложновато куда-то выбираться, с кем-то знакомиться, каким-то образом создавать команду, еще что-то такое. Ну, типичный ремонт, где-нибудь, не знаю, в тайге у вас, или нетипичный, не знаю. В общем, вы можете читать статьи, книги, подписываться на дайджесты, рассылки и так далее. То есть современный поток информации, по крайней мере, во фронт-энде, я не знаю про остальные отрасли, ну, немножко знаю, но мне кажется, там чуть-чуть все похуже, а может быть, с этой стороны так выглядит, не знаю. Короче, современный поток информации довольно-таки большой. Количество пабликов, количество дайджестов новостных, количество всяких твиттеров и прочих способов получения информации огромное. Выберите тот, который вам симпатичен, язык, который вам симпатичен. Естественно, английский, он будет первоисточником информации, русскоязычный, он будет немножечко с запозданием и с интерпретацией, и как бы с фильтром, интересное, неинтересное. Я замечаю, кстати, за русскоязычными пабликами, что они такие, вот это вот нам нужно, а вот это вот ерунда, мишура и прочее. Ну, бывает. Короче, источников информации много, подпишитесь, читайте. Свободное время у вас есть, если вы понимаете, что, ой, что-то мы засиделись в нашей тайге, надо немножко, или тундре, надо все-таки образовывать себя, хоть таким удаленным образом. Это, в принципе, вариант. Есть и другой вариант. Если вы, у вас нет времени читать, или вы хотите в свободное время отдыхать, такое тоже бывает с людьми, или просто, ну, не знаю, ну, не нравится вам читать, смотреть видео, или там читать рассылки какие-нибудь, можно пользоваться инструментами. То есть, если вы обвесите ваши проекты какими-нибудь современными, ну, то есть, только что установленными из какого-нибудь НПМ, или еще откуда-нибудь, расширениями, или там инструментами, обвешиваете ваш проект всякими чекерами, линтерами, валидаторами, аудиты всякие будете гонять, типа Lighthouse, вам эти инструменты будут говорить, а, что-то вы там точку с забитой забыли, или, господи, так уже 10 лет никто не пишет. Ну, я не думаю, что так тебе вам прямо скажут, но, например, тот же самый Lighthouse будет показывать вам, не знаю, данные по доступности, перформансу, по SEO-оптимизации и прочее, прочее. Вы хоть и отстанете, будучи в своей тундре, немножко от реальности, а Chrome-то обновляется, Lighthouse вместе с ним обновляется, и у вас вполне себе современные способы оценки вашей работы. Вам в итоге скажут, что какой-то элемент использовать не стоит, это CSS-свойство уже можно давно писать без префикса, этот способ подключения JS-а так себе, используйте другой, а вот новые тренды в доступности, можно использовать ари-атрибуты, ну, вот такое, 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 такое. Аудитеры, чекеры и прочие всякие такие штуки, они вполне себе нормальные. Их можно использовать для того, чтобы периодически делать проверку реальности, мол, как бы я еще здесь, мой код еще нормальный, не запахли, ну, в общем, такой вариант есть тоже. Ну, и ходите в люди, общайтесь, то есть, если вы понимаете, что вы могли чего-то не понять, какие-то тренды не уловить, и, ну, линтеры вам не скажут про то, что есть новая мода или, не знаю, на рынке вакансий появилась какая-то новая тенденция, что нужно вот этой вот технологии, вот это вот понимание, или нужно приходить не знаю, в строго белом галстуке или наоборот с бабочкой на ухе. Ну, ладно, это я утрирую, конечно, но кроме технологии и кроме кода есть еще какой-то личный карьерный путь, наверное. Он тоже может заветриваться, так скажем, и ходить, общаться с живыми людьми это довольно-таки полезно. Вы будете понимать, что на самом деле происходит в реальности. Ну, то есть, это все, конечно, можно заменить форумами, чатами, слаком, какими-нибудь такими всякими гиттерами или как они там называются, с местами, где люди общаются онлайн. Но по-хорошему, правда, если вы совсем в тайге, лучше общайтесь с живыми людьми. Реально. Конференции в каждом регионе так или иначе, ну, хоть до чего-то там ночь на поезде доехать можно, съездить на конференцию хотя бы раз в год. На какой-нибудь городской метап, если у вас есть, да, если там тусуются идиоты и вам не нравится, что там происходит, зайдите, пообщайтесь, расскажите доклад, расскажите, как правильно делать. Вдруг вы храните то самое знание, которое они давно потеряли, ну, например. То есть, общайтесь. А может быть, вы найдете себе коллегу, может быть, вы найдете человека, с которым вы вдвоем будете в тундре сидеть и что-нибудь педалить такое, а может быть, вы работу себе найдете, где вы будете не один. Чего? Существо социальное, ему одному в тундре будет тяжеловато? Ладно, шутки шутками, главное, чтобы вы поняли, способ не потерять ход времени, оставаться на связи с реальностью, есть. Читайте, слушайте, общайтесь и оставайтесь в курсе, потому что фронтенд двигается быстро, быстрее, чем жизнь вообще современная, хотя она тоже довольно быстро двигается. Так что, если вам это нравится, ныряйте, если нет, ну, вам не повезло, правда, все двигается очень быстро, так что нужно оставаться на связи. Фронтендер или верстальщик? Является ли человек, который верстает на HTML, CSS, JS, SAS, PAC, там, Stylus и вот этих всех фронтендерских штуках фронтендером? Или он классический верстальщик, если, допустим, не использует какой-нибудь React, Angular, Vue или вот подобные штуки? Спрашивают. Ну, сначала, капитан, очевидность. Фронтенд-разработчик это тот, кто разрабатывает фронтенд. Точка. Чтобы вы, ну, понимали, все буквально так. И если ваш фронтенд написан на React, то вам нужно знать React. Понимаете, да? А если он не написан на React, то вам React не нужен. Чувствуете, да? Пока понятно, пока просто. На самом деле, верстальщик это такая личинка фронтендера. Я бы так сказал. То есть, верстальщик может сделать сайт из макета. Ну, что значит сайт? Он может сделать, он может взять картинку, он может сделать из нее что-то похожее на эту картинку. Или сильно похожее, адаптивное, резиновое, еще что-то такое. Что-то прям вот реально работающее, как задумывалось. Но прокинуть туда данные, сделать какую-то сложную интеракцию между элементами, еще что-то такое. Не бояться дживоскрипта, знать, как туда интегрировать тестеры, всякие линтеры и прочие всякие штуковины. Это уже немножко не верстальщик, это уже фронтендер. Поэтому, если вы начинаете в этом разбираться, сборка, оптимизация, чуть-чуточку серверсайда, немножечко сетевых всяких протоколов и прочего, прочего такого, вы уже фронтендер. Вы знаете, как ваш фронтендер работает, как вот это все завести, и в общем, в принципе, вы не верстальщик. Верстальщик тот, кто как бы раз, два, PSD, ту, HTML. Но стоит понимать, что JS-программист это тоже личинка фронтендера. То есть, JS-программист, если он программирует на JS, если для него нода дом родной, если для него интерфейс это терновый куст, страшненький терновый куст, и как бы, а, не дай бог, я лучше алгоритм напишу, я лучше оптимизирую, я лучше новый какой-нибудь фреймворк запилю и так далее. Это личинка фронтендера. Пока эта личинка не распустит крылышки, не узнает, что такое HTML, CSS, кросс-браузерность, всякие более сложные, ладно, не более сложные, но разнообразные вещи, которые есть во фронтенде. И если развернет свои крылышки, то станет фронтендером. Как и верстальчик, узнав JS и все кучи нюансов, которые связаны с фронтендом, с клиент-сайдом, с браузером, со всем, что нужно, чтобы это работало, он тоже станет фронтендером. Так что есть разные личинки, определитесь, какая из них вы, и когда дойдете до понимания, что вы все можете, называйте себя фронтендером. В какой-то момент можно ведь еще развиться до фуллстека, то есть прям вообще все уметь. Но фуллстек это не просто CSS, HTML и JavaScript. Это больше, это уже ух. Ну и потрясающий вопрос, какой фреймворк выбрать? Angular, React, Vue, с чего начать, какой изучить, чем они отличаются, как они вообще работают и что это такое? Я понимаю, почему у вас может быть такой вопрос. Вы, видимо, верстальчик или дизайнер, да кто угодно, ну то есть человек, который пока новичок, скорее всего, вот в этом деле, вот в этом, в разработке интерфейсов, во фронтенде, скажем так. И, наверное, вы хотите понять, на какую лошадь сделать ставку, чтобы, ну вот, эти знания точно пригодились, и у вас был бы полный успех, куча денег в карманах и вообще карьера. все чуть-чуть сложнее на самом деле. Я много повторял и продолжу это повторять. Сначала нужно изучить основы. То есть, если вы хорошо знаете HTML, CSS, JavaScript, то, в принципе, у вас есть хорошая основа для того, чтобы двигаться дальше. Вопрос другой в том, что на чистой основе уже никто не пишет. То есть, если вы знаете HTML, CSS и JS, только, наверное, вам будет сложновато войти в какой-нибудь рабочий процесс, типичной компании, типичной студии, типичного места, где разрабатывают интерфейсы, сайты, делают продукты какие-то. Потому что там, скорее всего, есть какой-то свой инструментарий. И этот инструментарий вам нужно будет изучить. Если вы заранее его знаете, у вас плюсы во время собеседования, вы понимаете, как с этим быстро начать работать, вы кажетесь более ценным специалистом и проходите, естественно, испытательный срок быстро, четко и двигаетесь дальше по своей карьерной лестнице. Изучать нужно то, с чем вам приходится работать. То есть, если вы уже где-то работаете и, допустим, вас взяли на работу с пониманием, что вы не знаете хорошо стека, на котором вам приходится разрабатывать, пойдите и начните изучать что-то, ну, может быть, в рамках работы, может быть, после работы, может быть, в какое-то свободное время, чтобы догнать, чтобы оправдать ожидания, которые на вас возложили. Соответственно, работайте в команде с реактом, пилите реакт, ну, и так далее, и так далее, и так далее, в зависимости от того. Другое дело, если вы пока еще ищете работу, ну, или думаете ее сменить, естественно, вы будете думать о том, какое место найти, где используют технологии, которые вам интересны. Как понять, какие технологии вам интересны? Ну, это другая история. Вы можете взять и попробовать вот все эти перечисленные современные фреймворки, библиотеки и инструменты, просто взять и попробовать. У всех этих фреймворков, того же самого React, Angular, Vue, есть стартовые boilerplate, или вот эти вот starter-kits, то есть create, react, app, то же самое там есть у Angular, у Vue и у многих других всяких. Они осознали популярность этого подхода, чтобы новички могли приходить и учиться. Возьмите, установите каждый из них по инструкции, запустите приложение, посмотрите на код, посмотрите на шаблоны, посмотрите на то, как это работает, насколько понятна документация, насколько удобны инструменты для разработки, насколько шаблонизатор вам в принципе нравится. Может быть, вы видите какие-нибудь там стрёмные директивы в Angular и Vue и подумаете, о, господи, я не хочу это видеть, знать. А вот в React JSX он чистенький. Или наоборот, вы посмотрите на Vue и подумаете, о, я влюбился. Ну, то есть всякое может быть. Но я не буду лукавить по ощущениям от отрасли, от людей, с которыми я общаюсь, по вакансиям, по каким-то статьям и отзывам. Кажется, что в стране React сейчас больше денег, экосистема больше, лучше, больше всяких, не знаю, готовых компонентов и всего остального. То есть почему-то это направление в какой-то момент стало гораздо популярнее, чем все остальные. Поэтому это хорошая ставка, наверное, на сегодняшний день. А вот уж если у вас вакансия интересная, где нужен React, а что-то еще, а вы уже знаете React, то в принципе они же все одинаковые. Ну ладно, я имею в виду плюс-минус. Там принципы у всех этих сингл-пейджевых библиотек, вот этого всякого одностраничного, он похожий. Поэтому, если вы изучили одно, то и на другое переключиться вам будет сносно. Это не разница между чистым HTML-ем и хардкорным JSX-ем каким-нибудь, или там, не знаю, шаблонными ангуляровскими. Это все-таки гораздо ближе, поэтому вы сможете переключиться с одного на другой. И задачи, которые решают все эти библиотеки, фреймворки, инструменты, они плюс-минус похожи. Они позволяют вам создавать сложные динамические интерфейсы, где много данных, взаимодействий, где не просто статический лендинг на сингл-пейдже, это такой бред. Ну, ладно, это мой грустный взгляд. Реально, сложные интерфейсы динамические сегодня удобно и хорошо создавать. Админки с кучей таблиц, всяких данных и так далее, или просто какие-то сложные интерфейсы, не знаю, интерфейс какой-нибудь драм-машины, или, ну, реально, когда много разных компонентов, их нужно одновременно перерисовывать, нужно их как-то связывать данные друг с другом. Вот это вот реальная use case для всяких сингл-пейджевых вот этих вот фреймворков и библиотек. Когда вы делаете что-то простое, ну, некоторым людям настолько привычны все эти сингл-пейджевые экосистемы, что они даже самые простые статические вещи делают на React, Angular, Vue, ну, флаками в руки. А так, ну, для чего они нужны, я думаю, вы примерно понимаете. Для сложных динамических интерфейсов. Ну, и последний вопрос на сегодня. Спрашивают, почему в своих демках ты используешь Chrome, а не Firefox? Ты же в недавнем подкасте рассказывал, что ты перешел на Firefox. Все верно, я и правда перешел, уж не помню, там, месяц, два, три назад и рассказал об этом в подкасте WebStandard. Кстати, если не слушаете, подпишитесь, все есть на YouTube, в iTunes, да где у вас там все подкасты хранятся, везде все есть, вконтактовские подкасты, например. Так вот, я правда перешел на Firefox и до сих пор им пользуюсь и для разработки, и для просто серфинга по интернету, но, когда я вам показываю демки прямо вот в этом блоге, мне, я понимаю, что мне гораздо проще вам что-то показать в знакомом окружении. Я понимаю, что вы сами все скорее всего разрабатываете и пользуетесь Хромом, но это правда массовый браузер и среди разработчиков он имеет абсолютную популярность, а Firefox это скорее редкость. Ну, я выбрал Firefox, потому что мне было интересно посмотреть на альтернативный браузер, ну и Хром немножко достал. Так вот, я понимаю, что DevTools хромовский, что интерфейс, как он работает, это все вам будет понятнее, плюс в некоторых, в некотором отношении Хром мне приятнее и понятнее до сих пор, ну сколько лет я им пользовался, как с Оперой ушел, да и в Опере в общем-то Хром ДевТools был такой же. В общем, инструменты разработчиков в Хромеуме в широком смысле мне привычнее и понятнее. Фоксовские я только начинаю изучать, потому что для меня ежедневный браузер это Firefox. Не просто Firefox, а Firefox Nightly, я уже даже сделал следующий шаг, глубоко меня затянуло. В общем, так чуть-чуть понятнее и вам, и мне. Но если вдруг мне придется коснуться, а я надеюсь, мы доберемся до этого, всяких сеток, всяких флексбоксов, всяких гридов, всякого вот такого, может быть, с каким-нибудь масок, потому что в Firefox очень классные всякие инспекторы и инструменты, связанные именно с версточными делами, с сетками, с масками и всякими кривыми. Так что, если мы доберемся до этого в этом видеоблоге, я обязательно открою отладчик Firefox, и мы посмотрим на верстку, на какие-то сложные вещи именно в нем, потому что в Хроме он хоть и есть, но чуть-чуть похуже. Вот, допустим, тот же Device Mode, который мы с вами смотрели, когда анализировали сайт CSS к Минс.JS, он в Firefox отстает, в Хроме он круче. Ну, то есть, я выбираю, что получше, но дефолт все-таки будет Хромом, потому что всем чуть-чуть понятнее. А я не хочу быть просто фанбоем, который будет насаждать свой любимый Firefox. Ну, какой смысл? Лучше пусть всем нам с вами будет удобнее. Если вы не согласны, ну, я могу перейти на Safari. Ладно, в общем, Firefox в сердце у меня, но вам понятнее Хром. Ну что, это все на сегодня. Сегодня я отвечал на ваши вопросы, которые, в общем-то, вы присылали на адрес HiPeoplesBeeNet. Не забывайте, это наш с вами способ общения, ну, кроме комментариев на Ютубе, кроме, там, Twitter, ВКонтакте, Facebook или где там я еще пащу все это. Но на самом деле, для вопросов, правда, удобнее всего этот адрес. А так, в следующий раз, скорее всего, мы с вами устроим какие-нибудь разборки, возьмем какой-нибудь несчастный сайт. Да нет, вполне себе счастливый сайт, на котором есть какие-то вещи, которые можно интересно разобрать и показать вам, как делать код лучше. Повторюсь, я не злобный урод, я просто хочу нести добро и свет. Ладно, в общем, показывайте, нравится вам или не нравится, голосуйте вниз, голосуйте вверх, подписывайтесь и оставайтесь с нами, мы будем с вами раз в неделю встречаться здесь же. Так что, до связи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok